Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Снова в класс, как в первый раз, в Рязани проверяют готовность школ к новому учебному году. Ребенок в сумке. Новорожденного младенца подкинули в 11-ю больницу. Турнир года в августе под мостом пройдет «Железка-2018». Оборудовали класс, в котором будут учиться трое детей с аутизмом и закупили электронные учебники. Это далеко не все перемены, ожидающие 68-ю Рязанскую школу в новом учебном году. С сегодняшнего дня в ней и других образовательных учреждениях проходят проверки. Специалисты Минобразования, пожарные, полицейские посмотрели, насколько готова школа к первому сентября. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать при пожаре при сработке пожарной сигнализации? Представитель МЧС выясняет, знает ли дежурный, что делать, если возникло возгорание. Правильный ответ – вызвать пожарных, оповестить руководство школы и эвакуировать учеников. Для этого есть система оповещения, которая должна находиться в исправном состоянии. Сейчас мы включаем ручной пожарный извещатель для того, чтобы запустить систему оповещения и управления эвакуацией. То есть мы проверим противопожарные системы в действии. То есть мы включаем. Пошло оповещение, на пожаре. Кроме того, в школе проверяют состояние путей эвакуации, есть ли огнетушители и другие средства пожаротушения. В принципе, общая оценка школы хорошо, противопожарные системы все сработали, здание укомплектовано противопожарными средствами, тушение пожара. Есть небольшие недочеты, которые касаются оформления документов в области пожарной безопасности, они устраняются. В школе проверяют соблюдение санитарных норм, соблюдаются ли требования по антитеррористической защищенности объектов. Комиссия от Минобразования смотрит, как проведен текущий ремонт. В школе к первому сентября закупили новую посуду для столовой, в некоторых классах поставили новые окна, заменили линолеум. Сделали еще один первый класс, он небольшой, заниматься здесь будут трое детей с аутизмом. Вообще, они могут обучаться на дому, но родители решили, что лучше ходить в школу. Для них домашняя обстановка очень важна. Те именно, которые дома у них есть, потому что дети с такими расстройствами, они очень чувствительны к перемене обстановки. Поэтому постарались для них максимально домашнюю обстановку. Кроме того, школа закупила новые учебники, в том числе электронные. Это занимаются ребята математикой, окружающими задачами электронные, поэтому замечательно. Вот в этом плане все на каждого учебника ребенка куплено. Комиссия в каждой школе смотрит, в каком состоянии находится медкабинет, спортивный и актовый залы. После проверки директору сообщает, какие недочеты нужно устранить. К 15 августа все школы должны быть приняты, и поэтому мы смотрим, чтобы все ремонты, все ремонтные работы, вся подготовительная часть была закончена именно к этому числу. В любом случае, до 1 сентября еще три недели, и есть время завершить все работы. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Уже несколько дней жители города жалуются на плохой запах, который разносится по разным районам. Выдвигались разные версии – от горящей свалки до выбросов с завода. Причина была – куда необычней горел куриный помет на военном полигоне в Дягилево. Подробности далее. Сообщения о том, что в московском районе то и дело появляется неприятный запах, стали уже привычными. Притом люди говорили, что чаще всего происходит это именно ночью. Минприроды провело свое исследование. Результаты показали, что предельно допустимые концентрации действительно выше нормы, но только по одному показателю. Это продукт горения – оксид углерода. Все остальные в пределах нормы. Также стали появляться сообщения о возможном горении отходов в районе аэропорта Дягилева. Минприроды выехали на место и установили, что на земельном участке площадью около 5 гектаров имеются следы горения складированного куриного помета. На место прибыли сотрудники МЧС. 3 августа в 6 часов нам поступило первое сообщение о задымлении в районе 184-го километра окружной дороги. С получением информации оперативно были отправлены на место правоспасательные подразделения. По результатам разведки было установлено, что происходят очаговые загорания в навозной куче в районе предприятия «Рязанский бройлер». По словам сотрудников МЧС, они приняли все необходимые меры по ликвидации очагов возгорания. На месте работали и пожарно-спасательные подразделения «Рязани». С города привлекали и поливомоечную технику для подвоза воды. В настоящее время на полигоне дежурят сотрудники. Там происходит так называемое окарауливание. Основная задача – не допустить повторного возгорания. По словам Александра Савукова, 5 гектаров земли ведут себя как торф. Большого огня нет, только небольшие участки. Сейчас эту территорию активно поливают водой и заболачивают. По сообщениям правительства региона, к тушению пожара на полигоне привлекут вертолет Ми-26. Такое решение было принято совместно с представителем Дягилевского центра боевого применения и переучивания летного состава. По словам Александра Савукова, активно обсуждает вопрос о том, будут ли убраны отходы жизнедеятельности. Александр Савуков также отметил, что представители МЧС будут ежедневно следить за ситуацией на полигоне. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ужасная история произошла в Рязани. В 11-ю больницу в хозяйственной сумке подбросили новорожденного ребенка. Мальчика доставили в детскую областную больницу. Родители ребенка пока не нашли. Дина Исляева побывала у необычного пациента. Спокойный ребенок большую часть времени ест и спит, как и положено. Новорожденному плачет очень редко. Это единственный мальчик в областной детской клинической больнице, у которого нет фамилии и имени. Его 7 августа подбросили в хозяйственной сумке в 11-ю больницу. Пуповину перерезали врачи первого роддома, потом привезли сюда. В очень хорошем состоянии, несмотря на пережитый стресс, что его мама подкинула. У него абсолютно хорошее самочувствие. После обследования мы не выявили никаких нарушений в его состоянии здоровья. Поэтому он у нас пребывает, что называется, практически отдыхает от всего пережитого. Единственное, что могут сообщить врачи, мальчик родился доношенным. Рост 52 сантиметра, вес 3 с небольшим килограмма. Этого не видно, но он испытал большой стресс. Все время, пока рос в утробе матери, с ней был постоянный контакт. А сразу после рождения эта важная связь прервалась. Во многих регионах для матерей, которые внезапно приняли решение оставить своего ребенка, устанавливают бэби-боксы. Это устройство с оптимальной температурой и подачей воздуха, в которых он может находиться до приезда врачей. По словам главврача ОДКБ Инны Лебедевой, система неплохая, но с ее помощью полностью проблемы решить вряд ли получится. Бэби-бокс он будет, но вы поймите, что у нас от детей могут отказываться, допустим, в районных областях, до бэби-бокса ехать 300 километров. То есть это затраты на поездку, это затраты на билеты. Соответственно, если у человека родилось в голове решение отказаться, то, соответственно, причины могут быть разные, в том числе и материальные. Поэтому тратить деньги для того, чтобы куда-то там его отвезти, никто не будет этим заниматься. Поэтому бэби-бокс вот именно в этом случае не совсем будет решением. Где сейчас мама новорожденного мальчика и почему она оставила ребенка, выясняет полиция. Если родители не отыщутся, его передадут в дом малютки. Аналогичный случай был в прошлом году. В третью больницу подкинули девочку, ее родители не нашли, но ребенка усыновили почти сразу. Остается только надеяться, что этому мальчику также повезет. Дина Исляева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». 18 августа состоится, пожалуй, главное спортивное событие лета – фестиваль «Железка-2018». Местом проведения в этом году станет новая площадка – центр уличного спорта под мостом. Сейчас продолжается прием заявок на участие в фестивале. Одним из центральных событий «Железки-2018» станет турнир по уличному баскетболу. Также в рамках фестиваля пройдет Кубок России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд с сезона 2018 года. Две лучшие команды мужской категории получат право представлять нашу страну в престижных турнирах мирового тура 3х3. Уже заявили о желании поучаствовать более ста команд. Всего планируется принять втрое больше. Екатерина и Наталья будут представлять на турнире «Рязань». Команда «Триумф» уже не раз защищала честь нашего города. В прошлом году девушки заняли второе место, уступив лидерство московской команде. В этом году надеются на реванш. Честно, хочу победу уже, наконец-то победу. Потому что уже сколько играем, вот Наталья сказала, на протяжении четырех лет, второе и третье место, а уже хочется первое. На сегодняшний день в лесопарке под мостом уже готовы несколько площадок для стритбола. Одна на стадии строительства, но к 18 августа ее закончат. Наталья Хонькина признается, еще ни разу не была в центре уличного спорта, но очень хочет поиграть на специальном покрытии. Сейчас девушки усиленно готовятся к турниру и уже успели подать заявление на участие. Наталья – кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, но свое сердце она отдала баскетболу. Игра очень интересная, она позволяет тактически думать, не только тактически, там физически, ну там все виды подготовки, это очень здорово. Чем она интересна? С одной стороны, как бы да, может быть мальчишеская игра, но девчонке очень интересно в плане борьбы посмотреть именно на женские стритболы, она более контактная. Помимо уличного баскетбола в программе фестиваля предусмотрены легкоатлетический кросс, соревнования по мини-футболу, настольному теннису, городошному спорту, дартсу, фигурному вождению велосипеда, боксу, китбоксингу, единоборством и воркаутом. Заявки на участие подаются до 15 августа. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Обычно потоки ручьев бегут по улицам после сильных дождей. К сожалению, нередки случаи, когда вода появляется, например, из-за прорыва канализации и длится это не один день. О таком случае расскажет Валерий Седов. Это улица Девятая линия, на которой, кажется, произошел настоящий коллапс. Видеоролик в социальных сетях появился 7 августа. Эти кадры сняла местная жительница. По ее словам, вода течет не только по центральной улице, но и затекает во дворы. Сейчас улица Девятая линия выглядит совсем иначе, чем на видео. Асфальт сухой, и по нему не бегут ручьи канализационной воды. За моей спиной бригада рабочих из водоканала. Местные жители говорят, что именно они и устранили данную неполадку. Вот только здесь они совсем по другой причине. Яма глубиной около двух метров и шириной примерно столько же случившаяся здесь, как оказалось, не имеет отношения к ручьям. Заявочка поступила сегодня. Утечка из-под земли. Приехала бригада. Раскопали. Увидели труба диаметром 100, в ней дырка, свищ. Ну, установили сверную муфту, течь прекратилась, все, воду дали людям. Небольшой прорыв никак не сказался на жизни людей. Воду отключали только для проведения работ. Буквально еще вчера потоки канализационных вод текли из другого колодца. И хоть сейчас коллапс прекратился, неизвестно, надолго ли. Люди же говорят, что вода текла не один день. А как долго? День? Несколько дней? Вы знаете, не могу вам сказать, но дня два и точно текла, а может даже больше. Едет машина. Как у нас водители едут, вы сами знаете. Ну, соответственно, все влиты. И дети, и мы. Не очень приятно канализацией отобливаться. Несколько дней подряд вода текла, это правда? Ну да, текла вот здесь, как это ручеек. А это было несколько дней или один день? Несколько. На его дня три точно. Ну, деньги-то опишу. А вот это была канализационная вода или обычная? Нет, вот обычная вода. Чистая вода что? Устранена ли проблема полностью или это временное явление, неизвестно. Представители водоканала и вовсе отказались комментировать произошедшее. Нам запрещено давать информацию без согласования с управлением энергетикой. Ну, с нашим руководством. Поэтому вы обратитесь через них, пожалуйста. Мы всю информацию предоставим. Получается, что коллапс происходил, по словам местных жителей, несколько дней. Однако рассказать о том, какие меры принимались, нельзя. Выходит, что сегодня первый день, когда местные жители ходят по сухим улицам. Вот только точного ответа не то, что на причины, а на результат совсем нет. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Задержались по личным. В Рязани 25-летняя жительница Мурманска продавала наркотики через интернет. Делая закладки. О том, какое наказание ей грозит, узнаете из следующего сюжета. Ей всего 25. На вопрос следователей, жалеет ли она о том, что распространяла наркотики, отвечает, всем родителям желает только одного. Чтобы они следили за своими детьми. И они бы никогда не захотели заниматься такой работой. Какие виды наркотиков вы распространяли? Альфа-ПВП. Спайс. Альфа-ПВП – это сон. Осознавали, что вы запрещенную деятельность осуществляете? Ну, осознавала, но не до конца. Ну, как все. А вы сами употребляете наркотические вещества? Да, бывают. Задержали распространительницу наркотиков на улице Дзержинского в Рязани. Оперативники изъяли у нее телефон с записями адресов уже сделанных закладок. На этой улице, а также на Семена Середы и в осеннем переулке они обнаружили пять свертков с запрещенными веществами. Общая масса изъятого наркотика составила 5 граммов. Установлено, что ранее, находясь в Мурманске, злоумышленница нанялась в качестве курьера-закладчика в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков и была направлена в Рязань, где поселилась в арендованной квартире. По месту проживания девушки полицейские изъяли предметы, имеющие значение для расследования. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» и грозит до 15 лет лишения свободы. Дина Исляева при содействии пресс-службы ОМВД по Рязанской области. Невозможно дозвониться даже вблизи города. Кто в этом виноват, выяснили полицейские специалисты Роскомнадзора. Они провели в Шиловском районе рейд по выявлению нелегальных усилителей сотовой связи. Как ни парадоксально, но усилители сотовой связи, то есть репитеры, вопреки всему, не помогают усилить сигнал, а наоборот его глушат. Из-за этого страдают обычные абоненты, которые зачастую не могут даже позвонить. Поэтому рязанские полицейские совместно со специалистами Роскомнадзора провели в селе Санскойшиловского района рейд по выявлению незаконно действующих усилителей сотовой связи. В последнее время увеличивается количество жалоб операторов мобильной связи на ухудшение качества связи из-за самовольного использования гражданами радиоэлектронных средств усиления сигнала репитеров. Согласно федеральному закону о связи, подобные устройства подлежат регистрации. Самое главное – нелегальное использование репитеров отрицательно влияет на работу расположенных в округе базовых станций сотовой связи. В селе Санском были выявлены пять действующих репитеров. Несанкционирование использования усилителей сигнала мобильной связи незаконно и является административным нарушением. В результате рейда составлены административные протоколы, а владельцам оборудования придется заплатить штраф. Сейчас о приятном. Какая девушка не мечтает о теплой и красивой шубе? Теперь мечта многих может сбыться. В Рязани вновь начинает работу новоторжеская ярмарка. Широкий выбор самых разных мехов по выгодным ценам. Подробности далее. Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу. Новоторжеская ярмарка за шубой открывает новый меховой сезон. Выбрать есть из чего. Для вас шапки и шубы из мутона, нутрии, каракуля, норки. Размеры шуб от 42 до 60. Цены выгодные. Вот такая современная мутоновая шуба только в дне выставки стоит. 35 980 рублей. Мечтаете о норке? Выбирайте норковые куртки, манто, элегантные длинные пальто фабричного производства. Цены от 79 до 250 тысяч рублей. Например, такую длинную норковую шубу вы купите за 98 тысяч рублей. Все шубы соответствуют российским ГОСТам. Чипированы. Гарантия до года. Кредит. Добро пожаловать на новоторжескую ярмарку за шубой в МКЦ на площади Победы с 8 по 12 августа. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok